Дорогие друзья, добрый день! Вчера все прекрасно помнят, где я был, чем я занимался, что делал. И самое главное, какой грандиозный скандал получился в городе Одессе. Что сразу бегаю наперед по поводу женщины. Той, которая была возле больницы, той, с которой были проблемы. Сейчас ее перевели с реанимации в пульмонологию. И заведующий, я так понимаю, отделения, либо профессор, один из профессоров больницы, сказал о том, что женщиной будет все хорошо. Это теоретически нормальное проявление остаточной болезни после перенесенной пневмонии. И, собственно, угрозы жизни ее нет. Не мне делать выводы, не мне говорить вам о том, что у нас есть пробой в медицине. И, собственно, вчера эта вот такая проблема вылезла. Чтобы вы понимали, пока я ехал до Киева, я соединялся практически со всеми. И с той стороной больницы водников и врачами, и с этой стороной, которую, собственно, уже приняло пациента. И понятно, что, как вам так правильно сказать, вот на сегодняшний день мне очень много пишут медиков, причем медиков пишут с Одессы, говорят, Антон, вас втянули в очень грязные игры, связанные с политикой. Я отвечу сразу медикам, одесский медикам. Как вы думаете, почему я до сих пор ни в какой не состою общественной организации? Почему я до сих пор ни в какой партии не состою? Почему я не засветился где-то там с какими-нибудь там чиновниками? Я не говорю там с депутатами встречи у меня там, это другое совсем. Депутаты встречи, что же касается медицины. С другими депутатами я не встречаюсь, там, олигархами всякими, какими-то, я не знаю, богатыми людьми, которые сидят на каких-то там распилах нашей страны, бюджетных денег, всего остального. Почему за полгода воняние некоторых моих хейтеров и ненавистников до сих пор никто никого ничего не нашел? Вот как вы думаете? Вот я вот хочу обратиться к вам, одесские медики. Я не заангажировал, мне никто не платит за то, что я просто приезжаю в Одессу и показываю вот то, что там есть в Одессе. И вы знаете, умный человек, он примет вывод, точнее, сделает вывод после моего приезда и уберет те или иные проблемы. Вот давайте мы с вами вместе, одесситы, киевляне и украинцы, посмотрим, умный ли главврач, к примеру, онкодиспансера? Повлиял ли он на ситуацию в онкодиспансере, либо не повлиял? Вот здесь еще пишут о том, что профсоюзы заинтересованы в уничтожении больницы водников. И в переводе, что, мол, вот главврач как раз очень сильно коррумпирован больницы водников и главврач коррумпирован областной больнице у него там, яхты, саваньоны и все остальное. Я не знаю, это не моя парафия выискивать, у кого какие яхты, где какие савиньоны, у кого какие лексусы и все остальное. Это задача правоохранительных органов. Моя задача выявить этот факт, если правоохранительные органы не работают. А их задача правоохранительных органов доказать, что суд должен принять свое решение вердикт. Виновен, либо невиновен. Поэтому я все прекрасно понимаю. Политика политикой, но давайте быть людьми. Человек на улице оказался, человеку было плохо. Человек был в прямом эфире, вы это все увидели. Некоторые уже, скажем так, люди, которые имеют отношение немножко к власти, начинают говорить о том, что это я все так сделал. Это я так разыграл это все актерское мастерство среди пациента и сына. Представляете, насколько я всемогущий стал? Я могу не только контролировать процесс, я могу не только привлекать полицию, СБУ к расследованиям. Я умею еще на расстоянии делать вот такие вот тетрализованные постановки. Поверьте, как господин Аваков с господином Герасченко, я такого делать не умею. Постановки это их мзда, это их процедура и это их парафия. Вот это делают эти все тетрализованные постановки с террористами и все остальное. Я с одним из журналистов, Богданом, Богдан сейчас, наверное, меня посмотрит, потом скажет свой вередик с Ньюзваном. Я предложу ему даже поспорить. Я говорю, Богдан, давай поспорим с тобой о том, что скоро будет еще один образно террорист, к примеру, в Одессе, а потом террорист появится в Чернигове. Ну, то есть как раз вот вся карта Украины будет террористами, ликвидацией, всем остальным. А после этого, естественно, осенью приходят депутаты и им глава МВД говорит, ай-яй-яй, у нас терроризм зашкаливает, срочно нужно вводить, ну, к примеру, там новый какой-то закон о полиции, о том, что вот вы будете идти по улице, а полиция вот будет идти рядом с вами. Так, лицом в пол, карманы вывалил, а если у вас-то надо 200-300 евро в кармане, они просто улетучатся. Поэтому, дорогие мы украинцы, я вам советую на будущее, ближе к осени, когда будут законы такие приниматься, не носите дорогие телефоны с собой, потому что полиция их будет забирать, и не носите деньги в карманах, потому что они у вас будут каким-то тайным образом просто так улетучиваться. Это все, что касается Одессы. Одесса, я обязательно вернусь. Одесса, я обязательно узнаю по поводу того, что есть ли благодийные в Неске. Я вас очень прошу, запишите сдачу благодийного в Неске в онкодиспансере. Вот как говорят, да, потому что нужно сдать, к примеру, 300 гривен, чтобы тебя там приняли. Запишите это хотя бы где-то там на видео, кусочек, как вы передаете деньги тому или иному. Очень большая профиль, запишите видео, как с вас берут деньги за анализы. Я просто физически, морально не выдержал стоять в очереди, в такой очереди, помните, как вчера, вот столько долго, чтобы выявить этот факт. И то меня уже там знали, что есть гура в кепке, поэтому там уже, к сожалению, не получилось мне заснять то, что я хотел вам показать в целом. Но очень хочу дождаться от вас. Заснимите это. И я очень надеюсь, что вместе с вами мы придем к тому, что в этой стране хоть немножечко что-то поменяется. Итак, я так понимаю, многие уже интересуются, что же гура сейчас будет делать и где он есть. Я рассказываю. Нахожусь я сейчас возле Министерства инфраструктуры Украины. Почему я здесь нахожусь? Ну, помните, я вам рассказывал о том, что помимо медицины, лечебных учреждений, мне все-таки интересно посмотреть, как же сработает у нас Министерство. Покопавшись в Министерстве инфраструктуры в интернете, я, к счастью или к сожалению, не нашел информации о том, что Министерство попросило денег с фонда COVID. Ну, вот меня просто фонд COVID, он меня очень сильно волнует, потому что это те деньги, которые должны защищать нас с вами. Они уходят в Министерство. Помните, Ткаченко миллиард ушел? Ну, уже вылез никуда. Вот на ту кабинку, который там дезинфекцию делает. Пускай там будет миллиард гривен. Денисова обучсмен, которая решила себе покрасить здание, просто окна поменять. Вот она там 39 миллионов попросил. Или 13 миллионов с фонда COVID. Ну, вот понимаете, надо ремонт сделать. И еще ряд каких-то там МВД, понятно, Министерство социальной политики, Министерство юстиции попросили деньги. В общем, все-все-все. И вы знаете, кто не попросил денег? По какой-то причине мне известно. Вот это здание. Министерство инфраструктуры. Напоминаю, подчинение Министерства инфраструктуры. Это железная дорога, моя любимая, кстати, Украинская залезница. Это аэропорта, самолеты, корабли и все остальное. Корабли, кстати, и морской порт. И это дороги. Вот это все подчинено одному министерству. Мне очень интересно, что же происходит возле самого министерства и в самом министерстве. Потому что после моих всех вот этих ежедневных хождений в МОЗ и все остальные организации, наконец-то стали вешать таблички все, да, там, без масок вход запрещен. Ну, я решил прийти в Министерство инфраструктуры. Правда, я здесь увидел митинг. Митинг людей. Я даже сейчас выясню, что за митинг людей. Вот видите, да? Вот митинг стоит с флагом. Ну, я так понимаю, Вильна, Проспилка. Ага, это Проспилки Укрзалезницы. Скорее всего, они что-то просят, то, что им не дают. ПВД на Захидной Залезнице у них на майках, на всем остальном. Сейчас я просто выясню. А скажите, пожалуйста, я журналист. У вас Проспилки у вас собрали, да? А что у вас за проблемы? Проблемы? Я вам расскажу, какие у нас проблемы. Те, кто живут в этом здании, сейчас находятся, они должны начинать сидеть в тюрьме. Якменицы. А из одной сухой залезницы. Почему? Объясню. Те, кто должны решать наши проблемы, являются сами проблемой. Причем огромной, для всей страны. Ну, Булкер Залезницы, я знаю, правда. Я очень хорошо. Лиртуально представим, что страна сейчас в тяжелом ситуации, в военном. Локомотивы настолько в аварийном состоянии. Это тоже мы знаем. Это вы тоже знаете. А теперь на минутку представьте, что урочное, необходимо передислоцировать поезд. А, пункт Б, для того, чтобы так. И вот сбой дают. Когда вагоны разваливаются, и под колеса другому, по смежному пути, вылетают катушки с металлом и подлетают туда кое-дя. Давайте представим, что едет там Кендай. Он легче. Ну, понятно. Это будет очень сильная авария. И вся вот эта залезница состоит из бардака, поломок. Оно называется железная. Состоит из мелочей. Винтиков, шейских таких пацанов. Которые в кабине... Показарегистрировали мы 56 градусов в кабине. 56 градусов температура в кабине? В кабине. А какой ездить, интересно? Нет, не ездить. Это все шестой. Тот локомотив самый старый у нас 62-го. 56-го. Не, 19-го сгорело. Она припожарит. 19-го сгорело. Сгорело. Быть шестой. Здесь 62-го, по-моему, самый старый локомотив. А самый новый 63-го. Самый новый? 63-й? По-моему, это всего 78-й. 78-й или 76-й. 76-й, да. Это самый локомотив. При этом мы возим женщин, людей, химические грудки. Опасные грузы. Все это может губиться в каких-то катастрофах. Хотя на это никто не обращает внимания. Они сидят себе в кабинетах и думают, что я говорю, она жилетная, она не жилетная. Это винтики, полки, гаечки, прокладки. Это спецодежда. Это все. Это совокупность вещей, которая называется залезницы. Это артерия страны. Кровеносная артерия, которая... Я так понимаю, здесь железнодорожники не проводники, а просто те, кто работает, или все. Проводники, локомотивные бригады. Это вот сидят машинисты. Есть проводники, есть вагонники, есть отслужащие. Это весь организм. Ну, я ладно, я бывший машинист, 23 года я отработал в кабине локомотивов. Я так понимаю, что ничего не решается. То есть за все это время, сколько вы говорили... Вы знаете, я вам скажу, они полностью игнорируют существование и думают, что она как-то сама себя восстановит. Не, ну настроить понятно, но нет. А вы думали, вы планировали, как профсоюзы европейские, просто выходить вот так вот и блокировать? У нас была встреча, когда, в прошлом году, да, я ездил? Да, в Коберск. В прошлом году. Где? Нет. Здесь. Из Дании приезжала группа машинистов, 12 человек. Мы встречали, вот, Максим Наскалец, вот там стоит и я. Нас собрали туда, мы пообщались с ними. Столько больших квадратных глаз перепуганными лицами я не видел одновременно. То есть они, по сути, ничего и не знали, да? Когда мы им объяснили, как вообще они ездят и как они существуют в этой кабинете, их начало ергать, и я говорю, давай прекращать, им нужен будет психолог. Подождите, я сейчас правильно понимаю, у меня просто люди смотрят, что те локомотивы, которые ездят, они не то, что аварийные, они категорически нельзя, чтобы они выходили на линию. То есть пассажирские поезда, которые уходят. Они, де-юре, должны быть уже списаны. А как они ездят, скажите? Вы знаете, путем того, что... Ну, как вам сказать, вот на примере нашего другого мы с одного снимаем, на второй ставим. Этот быстрее шанс починить и отдать на линию. Чем завод, завод уже перестает брать тех, кто 60-го года, они говорят, ну, из-таки уже не ремонтируют, 60-го. То есть, если он 70-го, то еще завод запорожский берет капитальный ремонт. Ну, капитальный ремонт, который сейчас на данном уровне, это как смена белья в фунцлагере. Первый барак меняется со вторым. Я понял. Ну, он просто покрашивается по старой краске. Вот вы скажите, как человек, который понимает, возможно ли такой вариант событий, что если этим вопросом никто не занимается в ближайшее время, то аварии будут очень серьезные. А они не прекращаются, вам просто о них не говорят. Нет, ну, если, допустим, нет, просто мы говорим про аварии легкие, а мы говорим про конкретные, с пассажирскими поездами, которые будут слетать. Какие должны были аварии, если горят электрички с людьми? Смотрите, тоже три поездки подряд, но сранее на локомотиве. Три поездки, это не один из пассажиров. То есть, три разных локомотива и горят, да? Это, грубо говоря, три поездки он сделал за шесть дней. Ну, так, если привезти за шесть дней. Подождите, так вопрос, я, как обычный обыватель, я плачу безумные деньги букер-залезной сейс по билетам, потому что я часто езжу. Вопрос. Вы везут на цикл локомотива. Состояние пути. Мы берем вершину, мы как локомотивщики вам жалуемся. Ну, понятно. Есть еще состояние пути, есть состояние контактной сети, есть куча этого всего сопоставимых факторов, которые... Это реально безопасно. У нас уже говорят так, если пассажиры знали, как мы их везем, они выходили на пассажир. Ну, я уже понимаю, что мне, наверное, каждый раз перехочется ездить просто на пассажирском. Понимаете, пошла на перебан, когда Hyundai, Skoda, Harpana не хотели ли, не объединили в единую, называется, украинская шестистная компания. Да, есть такая, да. Там и уровень чуть повыше, относительно новая техника, относительно заработки не так у этих пацанов. Они ходят, в общем-то, за трудо дни. А там, там повыше. Там деваться некуда. Мы ездим на Польшу, везем вот это... Ну, сейчас пока он никуда не ездит, он ездит по Украине. Я понял, когда было все нормально. Я понял. Мы с Кременчугал, мы выпустили в Украине два Тарпана. Это, я считаю, электропоезд высокого класса, потому что работает на двух токах, постоянная переменка. У них универсален. Он собран на Украине, способен работать, адаптирован под Украину. Все очень просто. Дайте заказ, и Кременчугский вам у нас строительный завод готовы постепить электровозы двух-трех систем. Просто кому-то это не было. Кому-то, да. А скажите вопрос, почему Hyundai ломается? Вот я каждый раз Hyundai езжу, он ломается. Почему? Летом. Ладно, зимой. Сначала они сильно ломались, потому что они снова были адаптированы под условия эксплуатации. Я знаю, да, я, да. Их потом немножко довели до ума. Поставили ремонтная база, здесь под Киевом есть депо. Я знаю, надо дарвиться, я знаю. Их обслуживают. Сейчас поломок меньше. Ну а почему они Hyundai ломаются? Им всего 6 лет, 7 лет. Понимаете? Все началось с того, что вы помните открытие рейкового автобуса на Бориспо? Помню, конечно. Дизельного отеля. Целый президент приехал. Это наш автобус, Кременча, 620. Он у нас ходил, он возил у нас на село людей. Серьезно? Его поставили? Да, да. Потом ему накрасили губку. Украинцы, смотрите. У нас было 4. У нас было 3. Восьмерка, 12 и... Семерка, восьмерка, 12. Нет, единица это Горобцова была. Начальника дороги. А им накрасили губку, понимаете, люди чемоданы. Да, 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 да. Это наша машина, там это компания Песо, но они уже выездили всю. Последнее, когда у нас ее забрали, я помню, на 12-й был пробег 1,2 млн дизель. Хорошо, вы скажите, кто-то будет выходить? Кто-то обещал выйти? Министр там, замминистра. Ну я так понимаю, вы сейчас идите, к вам никто не выходил? Нет, наши видели зашли. И что? Сейчас пригласили. Их пригласили обсудить некоторые, наверное, вопросы. Дело в том, что, ну вы сами представляете, вы смотрели и мониторите ситуацию. Наглядово рад. Я знаю, не, наглядово рад можно не говорить. А давайте сделаем так. Я сейчас попытаюсь пойти поговорить. Может кто-то со мной выйдет поговорить. А потом расскажу вам. В фейсбуке можете посмотреть, прям по фамилии моей. У меня прямой эфир идет. Вот такой вот прям в фейсбуке подписывайтесь, смотрите. Я вам прямой эфиры постоянно веду. А ты в ютубе есть? И в ютубе есть, да. Сейчас пойдем пообщаемся с кем-то, с руководством. Ну у меня вообще самое интересное, самое важное. Ну конечно же без маски, посмотрите. Видите? Хит без маски. Запрещен. Сейчас мы узнаем, кто здесь в маске, кто здесь без маски. Ну температуру мерят, все хорошо. Вот так у нас в министерстве инфраструктуры. Смотрите, не все в масках ходят, да? Нет, девочка без маски пошла. А скажите, а вы контролируете добрый день? Все растекало. Что, что? Все растекало. Меня интересует первонапер связаться как-то с министром, замминистра, может там, я не знаю. Делитесь, неся в телефон. Замовляется по ряпуску и свободно через транспорт проходят. А, то есть мне надо будет позвонить, заказать, да, я так понимаю? Я не знаю, я вчера вроде звонил, спрашивал, можно ли Гура моя фамилия. Вы ее в маске. А есть? О, видите как. Так можешь пройти, получается. А скажите, вот вы, люди заходят без маски. Вы не контролируете этот процесс? Видите, девушка вот без маски, он стоит. Контролируется, все хорошо показывается. Ну, девушка без маски, да. Видите, кучерявенькая, вот она стоит прямо. Да-да-да-да. Ну, я же просто. Вот девушка еще одна без маски идет. Сейчас ваших коллег приведут с талета, я заберу вас. Что ж девушки нарушают? Даже укразорезные, если они нарушают? Да, пойдем, мы без кем-то еще. Не, я сам. Я же как хан, как журналист. Сейчас мы попробуем пообщаться с кем-то с руководством. Потому что я вчера накануне звонил, я уже наученный человек. Если хочешь в министерство, нужно позвонить и предупредить, что ты можешь прийти. Вот я предупредил, что я могу прийти и посмотреть на всю эту ситуацию, которая здесь творится. И, ну, естественно, взять пару комментариев. Сейчас мы узнаем, кто ко мне выйдет. Может, министр, может, замминистра. О, сразу все, все маски одевают, смотрите. Антон приехал в министерство. Смотрите, девушка, оп, маску, смотрите, оп, маску. Видите как? Полезно иногда. Полезно работать. Маска, маска, маска. Отлично, ой, шикарно. Слушайте, мне даже нравится уже. Вон там девушка пообещала маску одеть с мужчиной, но пока не одели. Ну, сейчас мы узнаем. Сейчас попробуем пообщаться с кем-то. Добрый день, девушка, вы без маски. Сейчас не буду. Сопроводить, да? Да. Как мне, куда? О, отлично. Шикарно, шикарно. Может, сейчас связь потеряется? А мы к кому едем, кто меня встретил? На пятый, да? Добрый день. Добрый день. Ого. Вход этой с мобильным. Заборонена она. Ну, у меня не мобильный, у меня прямой эфир. Сейчас выйдет помощь. Ага. Отлично. О, слушайте, я с министром пообщаюсь. Кстати, у меня в подписчиках есть. Либо в днем, а в друзьях даже, вот тут друг. Иногда полезно, чтобы были министры в друзьях. По крайней мере, будет так проще. Люди сами все видят, чем я занимаюсь. Вот здесь они дают пресс-конференцию, я так понимаю. Изменю Краину, припрошу ему за наизручность. А, это то, что у нас происходит. Напоминаю всем, кто сейчас присоединился к эфиру о том, что мне было очень интересно, что происходит в министерстве инфраструктуры. Вы прекрасно все знаете, что я очень часто езжу поездами. Ну, раньше самолетом летал, а сейчас только поездами. И каждый раз у меня какая-то проблема веще на суперзалезной цели. То дороги, то поезда, то что-то еще. В итоге, думаю, ну почему же постоянно хожу мимо. Тем более, кстати, я здесь живу буквально за поворотом. Каждый раз это здание я вижу в пробках, когда стою. Каждый раз проезжаю мимо и думаю, ну блин. И вот тут я все-таки решился, что я наконец-то покажу вам, что такое министерство инфраструктуры, чем оно занимается. И самое главное, попробую задать вопросы те, которые были очень важны для многих из вас. Это возвращение на родину. Это компенсация за те потерянные билеты, которые, к сожалению, SkyUp и Мау не выплачивают. Я открою небольшую тайну. От SkyUp выдрал за 4 месяца промокод. У меня был билет купленный, которым я не воспользовался за карантина. И мне его просто аннулировали. Ну, написали о том, что, сори, извините, согласно тарифному пакету, вы не обратились за 12 часов до рейса, поэтому ваш билет аннулирован. Естественно, терять такие деньги я не захотел, поэтому я начал каторгой и нытьем вымаливать себе этот билет. Ну, по крайней мере, какую-то компенсацию. SkyUp сначала мне предложила оплатить штраф 50 долларов, после этого вернуть билет. Я уже говорю, фиг с ним, давайте 50 долларов. А в итоге потом присылает мне письмо и говорит, извините, мы посмотрели ваш тарифный план. А в тарифном плане нет возможности вернуть вам билет. И в итоге меня порвало, причем так, знаете, порвало не по-детски. И я уже с кипишем, со скандалом начал звонить им, писать. И впоследствии уже сказал так, если вы мне хоть каким-то образом не компенсируете билет, хоть как-то, то я тогда подниму реальный скандал на всю Украину и покажу. И в итоге, спустя какое-то время, у меня выставили промокод, говорит, вы можете им воспользоваться, это скидки. На авиаперелет. Ну, хоть как-то, хоть где-то. Ладно. Сейчас дождем министра, и заодно все вопросы. Можете, кстати, задавать в эфире, когда я буду общаться, ну, не знаю, с министром, замминистра. Задите вопросы по поводу всей ситуации, я постараюсь позадавать вопрос. Ну, если успею, конечно, потому что у человека тоже, так понимаю, работа, и он не сможет уделить мне время столько, сколько бы я бы этого хотел, и вы вместе со мной. Ну, так. Такое министерство. Не такое богатое, как министерство юстиции. Ну, судя по... По помещениям. Не знаю, как у самого министра там, в кабинете, но здесь так. Простенько. В Укрзалинце намного интереснее. Кстати, я туда тоже хотел попасть, и когда-то я все время просил Кравцова со мной пообщаться. Ну, Кравцов парень такой, достаточно дерзкий. Это бывший глава Укрзалинцы. И, ну, скажем так, знаете, когда я таких людей называю, которые поднимают нос кверху, и не видят, что у них снизу. Потом меня просто спотыкают. Потом спотыкнулся. И пытается перевернуться снова в большую политику, и мне не получается. Я Кравцову все время предупреждал, что нужно быть аккуратным. Когда полностью перейдут на локомотивы, вагоны Кравцового завода. Задам вопрос. Задам. Мне больше всего интересует Укрзалинцы, когда цифра за билет будет соответствовать качеству. Вот это мне самое главное. Потому что я, когда плачу в районе 300-400 гривен за билет второго класса в Интерсити, езжу, нюхаю в туалет, то как-то оно мне не сильно приятно все это. Вопросы по локомотивам. Расходы. Не знаю. Сейчас узнаю. Искренне, искренне. Добрый день. Да, одеваю масочку. Ага, министр меня примет. Отлично. Ой, как я себе такую штуку хочу. Домой тоже. Вообще. Turkish Airlines. Одна из самых богатых и интересных авиакомпаний. Ну, вот так вот приемная министра. Ничего помпезного на самом деле. Не, на самом деле я себе хочу такой. Очень красивый. Boeing. Какой там у нас это Boeing? Ага. Вот. Фамилия министра. Видите? На батарейках. Ага. Ну, там за дверьми сидит человек, который решает абсолютно все. Точнее, может решать абсолютно все, что творится на Укрзалезнице. В аэропортах. Постройки аэропорта. Это то, что сейчас скандал очень сильно идет в Днепетровске. Господин Вселатов пошел против, я так понимаю, нынешней власти. И у них там что-то не сходится. В компромиссии. Постройки аэропорта нового между Запорожьей и Днепетровском. Ну, как-то так, в общем. Это то, что новые. Господи, станции, я имею в виду, железнодорожные станции по Укрзалезнице. Знаете, новые какие-то объекты большие. Это все вот это министерство, которое решает вопросы. Сейчас все увидите, все услышите. Подождите секундочку. У меня есть просто ряд вопросов, которые я хочу. О! Добрый день. Здороваемся как. Хорошо. Вот и Владислав. Это наш министр. Владислав. Ваш. Да, наш министр. Здесь, кстати, но если отойти немножко от вопросов, внизу, я так понимаю, проходит небольшой митинг профсоюзов по Укрзалезнице. Да. Ситуацию знаете в целом? Я как раз мимо проходил, а меня просили поговорить с вами и на этот вопрос. Может, они узнают ответ. Ситуация какая? Как они мне объяснили, это локомотив. То есть там больше всего поездной бригады ловит локомотивщиков, машинистов. И говорят Антону, в 56 градусов ехать локомотиве, это просто нереально. А то, что все распадается, о том, что завод из Запорожья не хочет принимать на ремонт эти локомотивы, то есть уже отказывается. Не хочет принимать? Не хочет. Такого партуша не хочет принимать? Один из руководителей депо, я понимаю, не руководителя, а кто там изначальников, говорит, вот те года, которые уже пришли в негодность, они же просто даже не хотят принимать. Что вы здесь скажете по этому поводу? Ну, а локомотивам, там проблема ширина, на самом деле, они обращаются в отношения недовольства по совету определенные были по решению. Это, да, это... По направлению, по медучреждениям, которым в сфере управления, знаете, потому что определенные политики накрутили и решили спекулировать на тему того, что их там продают с молотка и будут строить на этом месте жилые дома, что абсолютно неправда. Да, ну... Серьезно? Ну, уже даже такое накрутили. В общем, глупостями такими отравили, да, сотрудники, вот они там тоже... Ну, вы как министр, скажите мне, я, Юзи... Что касается локомотивов и в целом подвижного состава, у нас сейчас большая программа, вот мы начали сейчас закупку тоже пассажирских вагонов с Крюковского вагоностроительного завода, в этом году мы еще на 70 вагонов дадим заказ, в том числе на дизель-поезда, как раз то, что пассажирское сообщение. По локомотивам сейчас проходит конкурс, отобраны 6 компаний, которые, назовем так, в финальный тур, прошли квалификацию производителей. Мы ожидаем, конечно, что не с определенным уровнем, там, высоким, локализация будет, чтобы это все, в том числе, там, крупная удовая сборка и в целом комплектующие, конечно, в том числе, производились. Ну и начнем обновлять локомотивный подвижной состав, это раз, и второе, конечно же, программы по капитальным ремонтам, по ремонтаризации локомотивов, это тоже очень важно, чтобы они были, скажем так, в пригодном и в хорошем состоянии, чтобы они не жаловались и могли работать по инструкции. Хорошо, вот вопрос, есть скоростной пост Hyundai, я недавно писал даже у себя в посте, заплатил денег, сел рядом, там, сто летом, знаете, да, вот эти столики, там, рядом, то ли, сразу, за дверью. Ну, все же от места зависит, от которого. Ну, вот, я себе беру за столиком, неудобно, и сколько я раз не обращался, вот начинаешь их там обращаться, уберите, помойте, почистите, тогда приходят, начинаются свежалками делать. Я знаю, что в прошлом году выиграла компания клининговая какая-то крупная, которая должна была просто все вылизывать, все эти поезда. Да, вопрос, почему эта компания либо не работает, либо не доделывает, либо тот, кто контролирует должен это все, он не контролирует. Это стюар, вы должны, руководители пассажирской компании, в том числе за уровнем выполнения таких вещей. Ну, за нечистые интерсити, я эти признаться, честно говоря, не слышал, сам там постоянно инспектирую, и жалобы есть там сотрудников, но на другие вещи, если честно. А я как пассажир говорю, жалобу. Да, персонал, ну, как пассажир, я, честно говоря, интерсити, интерсити плюс, забыл. Говорю как пассажир, есть такой момент. Ну, давайте конкретную информацию посмотрим, обратите внимание, если компания, конечно же, не выполняет услуги, которые должна предоставлять, и за это получает вклад, как минимум нужно разорвать с ними отношения, а лучше еще компенсацию получать, естественно, других привлекать. Это хорошо, окей, тогда выслушают. Вопрос еще. Вокзал центральный наш, киевский. Значит, с одной стороны есть контроль, с другой стороны, с южно-центрального есть контроль. Сиди девочка, температура, все дела. Но я же как киевлянин просто вот в корне, я знаю этот вокзал с двух сторон, с трех сторон. Заходишь с перехода подземного, выходишь на путь, поднимаешься по лестнице наверх, и ты на вокзале. Вопрос, зачем тогда вот контроль на входе, когда все обходят друг со всех сторон? Вы не обойдете, например, если вы проходите на центральные перроны, то вы все равно со стороны не пройдете в перроны. Я даже заснял специально это все. С вестибюль, да вы все равно будете выходить. Вот, вот я на вестибюль поднимаюсь, и уже в центральном вокзале я могу себе спокойно находиться, у меня проблем нет. То есть я обхожу этот контроль теоретически. Второе, что термокамеры как раз там должны устанавливаться, надо уточнить, если честно, какой там статус, что они там, я знаю, проводили как раз выбор, чтобы это не в ручном режиме, а термоскейдинг проводить. А в автоматическом уже будет. А камеры, которые, да, вот показывают. О, так это как в аэропортах вот за границей сейчас, да? То есть идешь, уже будет. Серьезно такое уже будет даже? Мы же вынуждены жить уже в новых реалиях, и по-другому. Вопрос. Это тоже, конечно, не показатель, что человек обязательно будет на вирусе, вы понимаете. Но это определенные симптоматики, ну и, конечно же, таких людей в первую очередь надо проверять с точки зрения риска и врос на предметах ношения маски и так далее, особенно в публичных местах. Вот, опять же, вопрос по поводу Тернополя и Луцка. Я знаю, что вот недавно было кабином снова закрытие, да, красную зону, так понимаю, перевели. Я знаю Сергея, это мэр города Тернополь, он выступал у себя на телеканале, ну, на своем фейсбуке, обратился к вам как министру о том, что вы сделали неправильно. Ну вот я, с одной стороны, понимаю и Сергея, и вас. Вас, министры, понимаю, потому что есть определенные, то есть не вы просто берете, захотели, вы закрыли. Это есть постановление, то есть кабинет сказал, вам надо сделать, но я понимаю и Сергея. Я, в том числе, всем кабинетам, ну, есть комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации, которая принимает там вот уровень антихлодоза. В то время на уровне кабина приняли же вот эти показатели, которые по интенсивности заболеваемости, там, показатели, приросты, они все там совокупно дают вот этот показатель, в какой зоне относятся тот или иной, и не просто регион, а даже зоны в регионе. То есть, например, может, Львовская область будет в зеленой зоне, а сам город, например, в красную зону. В красную зону. Ага. В такие ситуации. Очень сложно это контролировать на самом деле, не просто, особенно с точки зрения там мобильности населения и транспортного сообщения. Ну, поэтому вот находим такие, какие-то решения. Но, что касается конкретно Тернополя, ну, там у них с высадкой пассажиров, вопрос. Мы как раз завтра на кабине планируем это рассмотреть. В красных зонах высаживать пассажиров мы разрешим. А вот уже загружаться на... Ага. То есть, те, кто будет ехать, грубо говоря, с Киева в Тернополь, он сможет доехать и выйти. А вот сесть в Тернополь. Он сможет там выйти, да. Ну, рассматриваем такое решение, чтобы оно тоже как-то было немножко и для людей, но в то же время мы старались, ну, какими-то минимальными, такими правильными решениями все-таки уменьшить мобильность гаражам в тех городах, где появляется вспышка второй волны. Ну, смотрите, не секрет же, что весь мир говорит о второй волне коронавируса. Более того, в некоторых странах она уже пошла интенсивно развиваться. Ну, если мы хотим это как бы быстрее пропустить, то, конечно, тогда ничего не надо делать. Надо просто вот запускать, ездить, путешествовать. Полная мобильность между всеми регионами, никаких ограничений. Ну, понятно, я понял. Никаких временных там ограничений по работе заведений, ночных клубов и прочее. Тогда мы точно получим и вторую, и третью волну. Я был в Одессе, вот буквально вчера вернулся. Там Одесса без карантина. В Одессе вообще нет заболеваемости. А я думаю, в Одессе тоже сейчас тут показатели, поэтому с таким отношением это просто вопрос времени. То есть там растут сейчас показатели. Потому что я только вчера был в больнице, мы сказали, у нас все здесь хорошо. Посмотрите, у них тоже растут показатели, поэтому будут продолжать с тем же трендом, но получат тоже красную зону. Ага, все, одесситы знаете о том, что будете продолжать, получите. Я думаю, что красная зона, это не то, что в ручном режиме кто-то, вот кому-то там, не знаю, прям принципиально, вот там Пернополь, красная, там, не знаю, Одесса, пока еще. Ну да, да, да. Вот есть показатели, это все публичная информация, Минздрав там опубликовал всю информацию, исходя из того числа людей. То есть там простая формула, то есть это чисто математические расчеты. Подпадает, извините, в красной зоне, соответственно, либо не досмотрели, либо кто-то занимался, знаете, уже политическими выборами, хотя они у нас вроде как местные выборы в октябре, но некоторые решили... Уже сейчас. Да, уже сейчас. Ну, понятно, что, наверное, заработать себе каких-то там политических дивидендов и баллы на том, что ты там воюешь с центральной власти, с министром, да, 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 да. Мы же всегда чем-то не довольны. Да, да, да. Это здорово, но когда ты понимаешь, что из-за твоих недальновидных решений умирают люди, заболевают люди, и они тоже потом в дальнейшем других подталкивают к этому риску смертности, но, не знаю, мне кажется, это бесчеловечный по такой степени. Вот, возвращаемся к Одессе. Наш знаменитый Делфи, который уже... Я, кстати, единственный человек, гость, не сделал селфи с ним, потому что считаю ненужным. Вот вопрос, вот реально, когда уже вот это непонятное чудо уйдет оттуда с этого пляжа? Знаете, недоставим мы удовольствие некоторым критиканам, которые говорят, что это будет память, пляжникам беспомощности, не получится власти, потому что Делфи мы забираем. Я напомню, что у нас на прошлой неделе Делфи по эвакуации Делфи перешло уже в сферу ответственности администра заморских портов, поэтому это как раз можно сказать у нас. До этого компания, которая судовладелец Делфи, она, мягко говоря, затягивала этот процесс и вела его в юридическом правовом ключе, то есть правильно с точки зрения юриспруденции, но абсолютно неправильно с точки зрения отношений подходу к решению этой проблемы. Их две попытки, более того, там, компании буксировочные, потому что судовладелец максимально, на чем все можно экономить... Вы начнете там, не знаю, перевозить большие антресоли на велосипеде Украины, но это невозможно сделать, но вот они пытались это сделать. Даже несмотря на то, что буксировочные компании бесплатно, просто вот так вот безвозмездно сказали, ну, черт побери, давайте мы вам поможем и так далее. Так они еще, им хватило смелости и наглости критиковать... Буксировочную компанию. Те, да, буксировочные, которые потратили в общей сложности, ну, там, тысяч по 50 долларов, наверное, каждая, они еще критиковали, сказали, что эти, там, редиски не так там буксировали, ну, а то, что вы там не так выполняли подготовительные работы, экономили на водолазных работах, на изучении, на оборудовании и прочие все вещи, ну, об этом же, конечно же, молчать. Нас же всегда надо кого-то обвинить. Сейчас это администрация морских портов, у нас сегодня-завтра последний день по подаче предложений, потому что, ну, у собственных мощностей нет. Я не сомневаюсь, что профессиональная компания, которая есть, которая, там, как раз в таких судоподъемах тяжелых, оно действительно тяжелое, потому что там мель заилилась. Ну, да, я видел вчера, я смотрел, да. Каменная гряда, судно завалилось, там, боковина, там, моторным отсеком, оно углубилось, туда добраться нельзя, там, прорезаны тоже. Распилить его тоже нельзя, потому что там нефть, я так понимаю, да? Распилить, это всегда сценарий, который самый крайний, почему, ну, не хотелось бы его рассматривать, да, потому что это нефтепродукты, да, это будет экология. Ну, то есть, до конца года, я так понимаю, он уберется, скорее всего, да? Гораздо раньше. Ну, потому что, ну, мы ножками топали, честно говоря, и ругались, и бронились там во всякими возможными формами на судовладельца, но вот только сейчас уже получилось нам на комиссии тоже региональной техногенной экологической безопасности, у меня специально ездил на выходные с главой АДА, Максимом Куцем, провели, ну, и теперь, вот, все раз повторюсь, администрация морских портов уже это все будет заниматься и координировать, полноценно, наконец, это все сделано. Хорошо. Это тоже у нас правильный инженерный подход, а не, знаете, попытки мальчишек там доказать, что они там тоже могут. У меня еще тоже вопрос, я уже недолго, буквально еще пару вопросов. Господин Филатов, я часто слежу его страницу, смотрю, потому что мне интересно, он там достаточно влияет на тот регион, который есть. Вот он вас обвинил в том, что вы не делаете то, что могло бы помочь Днепетровцам и вообще в целом тому региону, с аэропортом, с этими всеми нюансами, вот, все это затянулось. И, честно говоря, я пытался вот вникнуть в это дело, я так и не понял, на самом деле, кто вот виноват в том, что затягивается процесс постройки аэропорта, затягивается процесс вот всего вот этого алгоритма вот с этим аэропортом. То есть я вообще не понимаю, откуда эта проблема вылезла. Ну, смотрите, строительство аэропортов это не один день и даже не один год. Ну, естественно. Для понимания, особенно, ну, и взлетная полоса вообще, там, протяженность, которая новая взлетка, там, там, 2800 метров, 45 метров длины, 45 метров ширины. Куча подготовительных, там, процедур, там, начиная от того, что рядом газотранспортная система, которая необходима, там, бандажировать и перенести, влияние на внешнюю среду, там, необходимо заключение, понимать, получать газки, землеотводы, там, с эксплуатантами текущей взлетной полосы. Я не буду, там, грузить кучу бюрократических этих всех вещей. Кроме этого, еще, конечно же, тендерные процедуры, потому что у нас, когда-то что-то захотелось делать. Более того, сам проект, это тоже, там, знаете, там, не карандашом начертить на линии чертой тетрадки. Это все требует определенных, там, этапов подготовительных работ и так далее. На август у нас уже будет готовить проект. Мы начинаем с сентября уже подготовительные работы. И, я думаю, будет приятный сюрприз тоже для горожан. Ну, собственно, разойдем уже строительство в этом году. О, то есть, начало строительство в этом году будет. А, ну, все, потому что Филатов, я так понимаю, сказал там, что вы полностью заблокировали все. Филатов должно быть синхронизировано и строительные работы и по самому аэродрому, это взлетная, и по аэропорту, по терминальной части. Напомню, что там компания DSH, Ярославский, они, соответственно, как концессионер, на себя взяли обязательства в строительстве нового современного первоклассного терминала. Ну, а государство на себя взяли обязательства в взлетную посадочной полосе. Классная кооперация, я считаю. Ну, будет один из самых интересных аэропортов, я так понимаю, да, у нас, наверное, в Украине? Есть хороших аэропортов, ну, у нас Одесский аэропорт, мы в этом году тоже не создаем, поэтому Южная Польмера тоже получит приятный сюрприз. Уже взлетку, как раз я видел, когда летал на Делфи в предыдущий раз, ну, еще старая взлетка, поэтому уже в этом году мы уже в осенью получаем новую взлетную полосу и, естественно, это будет там только способствовать тому, чтобы пассажиропоток возвращался. Хотелось бы сказать расти, конечно, но в связи с спецификой того, как распространялось коронавирус глобально по миру и как у нас до сих пор зоны определенных европейских стран открываются, закрываются, это все очень переменчиво и нет какой-то стабильности, то, конечно же, прогнозы мировые о том, что авиация возобновится не более чем на 35-40% до конца этого года по сравнению с уровнем предыдущего. Вот сразу вопрос по поводу авиации. У меня, я столкнулся с этим, был билет по скайапу, мне этот билет не компенсировали, я только с зубами выгрыз недавно промокод. Вам ваучеров дали? Да, но просто 4 месяца я выгрызал его. У людей это очень большая проблема. Я просто каждый раз захожу на сайты МАО или скайап и вижу, когда вы вернете деньги. Они все МАО и скайап просто игнорируют. Да, хотелось бы, конечно, всем, я понимаю, что государство вам возвращает деньги, но это хозяйствующий субъект, это точно так же, как, я не знаю, вы заказали там в кафе, в отеле, в корпоративе или еще что-то, они там решили закрыться или не могут с вами рассчитаться, поэтому они как-то это все реструктуризируют. В данном случае это банальная структуризация, насколько я понимаю, никто из авиакомпаний не имеет цели и задач, не выхвачивая, но, конечно же, если они сейчас, как работает авиация, она с очень небольшой рентабельностью и маржинальностью. То есть у них там хорошие периоды, это там 2-2,5-3% это какая-то невероятная авиакомпания, имеет там рентабельность в уровне 3%, да, там как раз очень невысокая рентабельность. И, безусловно, вы фактически, знаете, ну, можно, наверное, сравнить с какой-то степенью с пирамидой, это не означает, что они не рассчитываются как финансовые пирамиды, всегда те, кто последний, которые пострадают. Но, по большому счету, вот эти суммы проданных билетов, они позволяют операционные деятельности, естественно, если они все будущие периоды вернут. Деньги-то у них не будет на будущее. Деньги-то у них не будет ликвидности, они не смогут элементарно там заправляться, функционировать и выполнять рейс. Ну, тогда компания, естественно, будет сворачивать свою деятельность, банкротиться, и все равно кто-то пострадает. Поэтому, в данном случае, ну, ваучер это мировая практика, я вам хочу сказать, это не только компания в Украине, абсолютно по всему миру. Очень многие компании, даже топовые компании, топ-5 мировых компаний, даже ваучеры, всем известные нам в Украине, которые мы рукоплескали при их появлении на руке, не точно так же, системы ваучеров и переносов в этих рейсах. Ну, многим ваучеры просто не дают. Если не дают ваучеры, тогда нужно обращаться, конечно. Обращаться куда? Смотрите, ну, во-первых, это напомню, это же ход к деятелю. Ну, я не буду там говорить про... Я... Да. Все понятно, что суды это всегда решение, в том числе. Ну, мне кажется, элементарно даже компания на такие вещи точно будет реагировать. Ну, то есть людям надо просто правовыми методами, это уже законами, которые позволяют закон начинать, я понял, услышал. Ну, если нам будут писать, мы, естественно, будем передрисовывать тоже авиаперевозчикам, и, ну, всячески акцентировать на это внимание, что так нехорошо поступать с пассажирами, но, во-вторых, это же их клининка. Ну, это их репутация на будущее. Как ты планируешь получить лояльность, любовь и признание, если ты там... Понятно, что там трудно, действительно, авиация и туризм больше всего пострадали сейчас, но надо все равно идти и возвращать это доверие клиентам. Ну, скажите, последний вопрос, он на самом деле такой вопиющий, это то, что произошло в Украинской залезнице, вот буквально позавчера, когда девочку побили, чуть не изнасиловали. Я здесь, с одной стороны, ну, я уже вижу сегодня, в Украинской залезнице выходит с такой новостью о том, что мы увольняем чуть ли не весь состав поездной бригады, но, понимая, проводницу, это тоже девушка. Вот как она, может, пошла? Состав поездной бригады я изучу, я там тоже не до конца, согласен, потому что там... Ну, это нереально, это неправильно. ...девушки, а другое дело, конечно, вот те, которые выступали в коммуникации, говорили, давай, там, не будем говорить, вызывать полицию, вот там, вот это больше всего всех, вот, ну, хотели как это... А, сгладить все там на месте. Ага, когда такое просто аморальное животное, там, пыталось изнасиловать, и учитывая, что у человека было уже два привода, и пусть он там, там, третий разный решет, кто отправится, насколько я понимаю, исходя из информации, там, опубликованных СМИ, ну, как можно им такие вещи закрывать глаза? Ну, или мы хотим получить просто общество, там, не знаю, насильников и безумцев. Да, четыре стены, конечно, на многих психологические, да, но такие вещи точно нельзя покрывать, то есть тут причина именно в основном, вот, самая основная, это в этом претензия. Что касается девушек-проводниц, я инициировал, и мы обязательно обеспечим их сейчас газовыми баллончиками, мне бы, конечно, больше импонировали шокеры, но есть определенные ограничения законодательные, чтобы они пользовались шокерами. В очередь, средство самозащиты, оно предусмотрено. Ну, то есть, по сути, скоро будет у них, а полиция будет? Да, идеально, да, но сейчас вот считают, как раз Украинской обращение, чтобы они сегодня с МВД, заместителем министра, проговаривались с полицией, просчеты коммерческого предложения получат по полиции охране, чтобы на поездах дальнего следования, хотя бы на ночных поездах. Были полиции? 8 плюс часов едут, да, нужно было привлекать полицейских, платные, безоплатные основы, это мы сейчас поймем, какая-то тарификация. Ну, они хотят 250 миллионов гривен. По году. Например, всем запретить выходить за периметр своей комнаты. Да, тогда поборем, я знаю. Когда мы будем недель, две недели сидеть. Ну, тогда полностью там лопдаун, если нам будет вся экономика, если крах храним, можно сказать, если таких там неделю-две или месяц просидеть. Ну, побороли коронавируем, наверное, на каком-то этапе. Потом он обратно, он начнет возобновляться. Ну, так же и здесь, надо понимать вот этот риск, где он самый большой. Ночные поезда, очевидно, что он больше. Там электрички, там, другие не риски проезжают, там, какие-то карманники, там, могут промышлять, там, камни, например, ромы, в данном случае. Ну, то есть, я говорю, везде свой уровень рисковых угроз и очень правильно все там понимать и, исходя из этого, называть какие-то предохранители, чтобы превентивно действовать. Ну, у меня до самого последнего вопроса по поводу коронавируса. Как так получилось, что ваше министерство не попросило денег с фонда COVID? Ну, вот просто вот я смотрел и думал, ну, не может такого быть. Ну, там посмотрел, там посмотрел. Ну, почему все министерства попросили, а вы нет? У вас что, все есть? Нет, у нас точно не все есть. Мы, кстати, если говорить за министерство, одно из самых компактных министерств. Ну, наверное, вместе с министерством цифровой трансформации. И, я думаю, уже, наверное, министерством, там, лучше Минприроды сейчас, охраной внешней среды. Ну, так могут самые компактные. Общая штатная численность всего 250 человек, 227 человек. А все министерство, потому что очень много направлений, такое, понимаете. Ну, а вот маска, средства защиты, за счет чего покупаете? Украинец, это обеспечило за собственные средства, агропорты точно так же наши предприятия все, администрации морских портов, государственные инстеридоры, службу безопасности, это все обеспечивали за собственные средства. Поэтому, ну, я решил, что на самом деле на том этапе, действительно, коллегам, в первую очередь, в системе здравоохранения это более приоритетно. Поэтому, знаете, наверное, когда появился у нас новый фронт, кроме восточного еще и фронта борьбы с коронавирусом, то, конечно, медиков надо было в первую очередь поддерживать. Я считаю, что здесь поведение в максимальном сплотивости. Там, знаете, никто уже о своих каких-то программах конкретных, там, своего ведомства уже это не думал. Думали там о масштабах коронавируса. Ну, это круто. Это реально круто. Все, спасибо вам тогда. Я не буду вас отвлекать. Знаю, что вы работаете. Поэтому до связи. Все, спасибо, спасибо. Ну что, дорогие друзья, вот, собственно, то, что я хотел, я вам все рассказал, показал. Поэтому обязательно встретимся с вами еще в больнице.